Привет, Новороссийск! Сегодня хочу в начале ролика немного затронуть про сейсмоопасность или безопасность в городе Новороссийске. Натолкнула на эту тему у меня одна женщина, которая написала сообщение в одном из форумов города Новороссийска о том, что в Новороссийске в советские времена дома строились в 9 этажей по причине высокой сейсмики в данном регионе, а сейчас строятся дома в 20 этажей и что это довольно таки опасно. У меня сейчас в руках выдержки из документов строительных норм и приказов Министерства строительства с предельной высотой здания в зависимости от конструктивного решения. Так вот, давайте затрону кирпичное строительство домов и крупноблочных, которые строились в советские времена. Так вот, стены из керамических кирпичей и камней бетонных блоков, природных камней правильной формы и мелких блоков, должны быть не выше 4 этажей по сейсмоопасности в 7 баллов. При сейсмоопасности 8 баллов должно быть не более 3 этажей, при 9 баллах не более 2. При строительство из монолитного железобетона, при сейсмоопасности в 7 баллов, 24 этажа разрешенное строительство, при 8 баллах 20 этажей, при 9 баллов 16 этажей. При этом при строительстве из кирпича должны быть определенные места, места стыковки стен, они замоноличны, то есть должны быть определенные ядра жесткости, которые в советские времена не делали и не выпускали. В советские времена основная задача была обеспечить всех жителей и трудящихся жильем крышей над головой, но про безопасность там, конечно же, особо речь не шла. Сейчас большое внимание уделяется по сейсмо-безопасности домов и все дома, которые мы освещаем в наших выпусках, они строятся либо по монолитной, каркасной технологии. Мы в начале ролика обязательно говорим, что это перекрестностеновая технология строительства, либо монолитно-каркасная. И сегодня мы с вами поговорим о жилом комплексе, который расстроит слово монолитной перекрестностеновой технологии. На территории, где установлена расчетная сейсмо-безопасность или опасность в 7 баллов, максимально предельная разрешенная высота строительства в 24 этажа, но дом состоит из 23 этажей, и это жилой комплекс Малины. Жилой комплекс Малины строится по монолитной перекрестности новой технологии, что обеспечивает всему комплексу сейсмоустойчивость минимум в 7 баллов. Сам жилой комплекс состоит из трех литеров, вы не ослышались, именно три. Первый литер – это жилой дом в 23 этажа, второй литер – жилой дом в 22 этажа, а третий литер будет располагаться по внешней части комплекса, начиная с первого строительного этажа, и это будет третий литер. За коммерческими помещениями в этот же уровень с той стороны будет находиться одноуровневый паркинг, на стилобате которого будет находиться детская и кровая трехуровневая площадки. Эта площадка как раз будет находиться в самом центре, в самой середине внутреннего двора жилого комплекса. Въезд подземный паркинг будет обеспечиваться за жилым комплексом Малины. Вот как раз вот с этой стороны будет обеспечиваться въезд в подземно-наземный паркинг, мы сейчас видим с вами подпорную стену, второй литер. Всего количества парковочных мест во всем жилом комплексе будет 633, оно равно количеству квартир в этом жилом комплексе, 633. Всего в жилом комплексе три подъезда, два подъезда в первом литере и один подъезд во втором. Всего квартир в первом литере 458, а во втором 175. Сейчас мы с вами в подъездной группе, это довольно-таки просторное и большое место с высокими потолками, здесь еще будет находиться помещение для хранения колясок и велосипедов, а также здесь устанавливается по три лифта. Мы сейчас уже зашли в лифтовый холл, два лифта грузопассажирских и один пассажирский от компании Otis. Такое количество лифтов устанавливается в каждом подъезде, а теперь пойдемте посмотрим, что находится на жилых этажах. Сейчас мы с вами поднялись с лифтового холла на первый жилой этаж в первом литере первого подъезда. Хочу сказать, что заполнение проемов в доме выполняется из газосиликатного блока. В коридорах на жилых этажах по полу укладывается керамогранитная плитка. Стены окрашиваются в дизайнерском оформлении, поверху подвесной потолок со светодиодным освещением. Также в местах общего пользования устанавливаются счетчики на тепло, это как раз и экономит коммунальные платежи. Внутри жилого комплекса, а также во всех квартирах, все перегородки и стены, кроме наружных, выполняются из газосиликатного блока. Те стены, которые соприкасаются с местами общего пользования, исполняются из двухсотмиллиметрового газобетона. Внутренние перегородки выполняются из газоблока 100 мм. Также вот квартира выполняется из кабеля ВВГ-НГ, это медный негорючий кабель с защитной оболочкой. Сечение кабеля десятка, то есть три жилы по 10 квадратов, 3х10. Входная дверь выполняется из металла, то есть это входная металлическая дверь российского производства, довольно-таки крепкая и довольно-таки надежная. В санузлах жилого комплекса малины сейчас, конечно же, нет троп на холодное, горячее водоснабжение, а также канализацию. Но в скором времени это все здесь появится. Будут также установлены в санузлах счетчики на воду. Стены выполняются из монолита, газосиликатного блока, а также керамического бутового кирпича. Это как раз вентиляционные шахты, по требованиям необходимо их выполнять из данного кирпича. И здесь непосредственно сама кухня, это по проектировке. Здесь также имеется вентиляционная шахта из керамического бутового кирпича, а также лоджия. Как я и говорил ранее, дом строится по монолитной перекрестной стеновой технологии, а вот проемы как раз заполняются из керамзитобетонного блока. Также по наружной стене идет утепление минеральной ваты 80 мм, и дом облицовывается декоративной фасадной штукатуркой. Лоджии выкладываются из керамического бутового кирпича. В этом есть огромный плюс, потому что керамика имеет водопоглощение не более 1%, а точнее он не будет себя впитывать, и тем самым у вас не будет сырости на ваших лоджиях. На момент ввода дома в эксплуатацию все квартиры передаются собственникам в черновой отделке, так как вы увидите сейчас. Выполнен ввод электрики квартиру, разводку по квартире вы выполняете самостоятельно. Также выполняется стяжка пола и разводка системы отопления по всей квартире с установкой радиаторов конвекторного типа. Эти радиаторы очень хорошо тем, что они очень быстро нагреваются, у них высокая КПД по теплоотдаче, но есть один минус. Они очень сильно высушивают воздух, но это не проблема, можно всегда проветривать квартиру. Сейчас мы с вами в двухкомнатной квартире, ее площадь составляет 55,1 квадратный метр. Мы сейчас с вами находимся на кухне, ее площадь 16,8 квадратных метров, а также две комнаты 15,5 квадратных метров. Стоимость этой квартиры на момент съемки, это конец августа 2020 года, 3 миллиона 477 тысяч 220 рублей. Стоимость квадратного метра 63 тысячи 107 рублей. Всю эту информацию получаю с помощью нашего сайта, сайта компании Ассоциа застройщиков, на ней представлены все планировки, остатки, цены по квартирам, а также описание по жилому комплексу и вся необходимая документация. Ссылку оставлю здесь. Все эти доступы к этой информации абсолютно бесплатно, без каких-либо условий и дополнительных регистраций. В жилом комплексе Малина устанавливается свой индивидуальный тепловой пункт, а это означает, что теплопотери будут минимальные. Также в систему водоснабжения встраиваются три насоса для повышения давления, два основных и один резервный. Насос устанавливается на свой подъезд, на каждый подъезд индивидуально. В жилом комплексе используется мощная противопожарная система. Устанавливается противопожарная приточная вентиляция и противопожарная вытяжная вентиляция. В случае сильного задымления срабатывают автономные датчики, которые дают сигнал на пульт управления. Пульт управления включает вытяжную вентиляцию приточную, тем самым удаляя все задымленное, чтобы люди свободно могли перемещаться и быстро перемещаться по помещениям. А также лифты вне зависимости от своего местоположения начинают опускаться вниз и открывают двери, чтобы люди, которые находились в этих лифтах, свободно и беспрепятственно могли выйти. Сейчас мы с вами находимся в коммерческих помещениях, и эти коммерческие помещения дальше будут еще продлены, будет достройка третьего литера. Мы сейчас с вами находимся в коммерческом помещении 2 литера, и эти коммерческие помещения будут очень востребованы, потому что всего в комплексе 633 квартиры, и соответственно всеми услугами и той продукцией, которая будет реализовываться в этих коммерческих помещениях, она будет востребована среди всех жильцов этого комплекса. Жилой комплекс «Малина» вводится в эксплуатацию в первом квартале 2022 года. После приобретения квартир вы получаете сертификаты на скидку от 60 до 120 тысяч рублей на приобретение строительных и отделочных материалов в сети магазинов «Напарник». Это совместная программа компании «Ассоциация застройщиков» и магазина «Напарник». Всю эту информацию вы можете получить у наших менеджеров по указанным номерам телефона. Также я оставлю здесь ссылку для перехода на страницу сайта жилого комплекса «Малина». Там вы можете посмотреть все цены, остатки и планировки по квартирам, а также узнать всю дополнительную информацию. Ну, а я с вами прощаюсь. Обязательно подписывайтесь на наш канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить следующий видео. Всем пока!